Ну что, господа, фанат, действительно фанат группы Alice in Chains, которым являюсь я. Вот, сейчас меня, я думаю, должны все обвинить в куколдизме, в еще какой-нибудь хуйне. Ну давайте послушаем, то есть разберемся, действительно ли Кантрл там не умеет играть. Мне как бы казалось всегда, что ну типа как минимум все получше, чем у всяких инфлеймсов, по крайней мере то, что я видел. Ну сейчас давайте послушаем Юрия Петровича. Ну, да, ну естественно, все, что здесь будет сказано, вряд ли заставит меня разлюбить все-таки там Дэм Боунс, Мэн Эн Дэв Бокс, Вулт, не знаю, Рустер и все эти замечательные песни. И, конечно же, я ни в коем случае композиторских навыков умалять тут ума через А лять не собираюсь. Но давайте послушаем про исполнение, про игру. Не про работу со звуком, не про аранжирование, про исполнение, про игру. Еще раз всех приветствую, ну что ж, сегодня у нас свежий выпуск самой долгожданной рубрики на гитарном ютюбе «Умеет ли». Обязательно ставьте ваши лайки, пишите комментарии, четырех слов, чтобы рубрика дальше развивалась, я снимал все новые новые. Мне тоже, пожалуйста, всего... Мне того же, что этому господину. Сегодня мы... Мне лайк... Типа мой пиздюк. Мне лайков и моему, типа, подсосу тоже. Разбираемся, умеет ли играть на гитаре Джерри Кантрелл, гитарист с группой Эллисон Чейнс. Я не буду записывать дисклеймер, все же понимаю, да, я думаю про типичные условия, про реальный оцен гитаристов и так далее. Меня что-то заинтересовало, что этому гитаристу журнал, ну, мы с журналом уже разбирались, да, то, что чего стоит журнале эти слова. Ну, а титул, тем не менее, в 2006 году, типа, какой-то журнал, там, Металхаммер, якобы авторитетный, ну, опять же, для чего сделаны эти топы, мы все же знаем. Дал ему титул Лорд Рифов. А, это уже амбициозная заявка, то есть это значит, что уже можно встать, попытаться в один ряд с Джошу Миддлтоном, с Саней Блэдом. Ну, я думаю, да, Лорд Рифов все-таки имелось в виду, что он сочинитель классных рифов, типа, то есть Лорд именно в плане сочинения рифов. Ну, тем не менее, да, конечно, странно будет сейчас. Давайте послушаем. С Джошем Хэтлодом, с Джоном Брауном и так далее. Поэтому посмотрим, так ли это или не так. Приступаем. Ну, и перед тем, как мы начнем, хотел бы сказать, что мои друзья из компании Skif Music каждый месяц разыгрывают в весьма такой мужской расцветной форме. Сейчас что-то скифы вообще везде начали. Так что переходите по ссылке и ставьте свою удачу. Скиф, давайте мне тоже, там, отбашляйте, какую-нибудь плашку повешу. Господину Кантреллу сейчас 54 года, он находится весьма так... Жилой человек, 54 года, дам-дам-дам-дам-дам-дам... ...мужской расцветной форме, то есть он отдал всю свою жизнь игре на гитаре. И, естественно, за это время любой человек, который любит свой инструмент, у которого если бы не ломались, не будет гитарный IQ, мог стать действительно хорошим, крепким рифовым гитаристом. Ну, давайте посмотрим, получилось ли у него или нет. Поехали. Ну, пока это не лорд рифов, пока это лорд хлебов. То есть это типичное жужжание из мусторга, когда новички приходят щупать свой первый бонезгилу и пытаются что-то, типа, там... Типа какой-то полуальтернативы играть, естественно, мимо нот, мимо лодок, мимо всего. То есть здесь, опять же, у него получается с первой ноты сразу же идет рассинхрон, то есть типичную рючку ваших, что я вам покажу. Бляд! То есть руки за 54 года, ну, на гитаре может играть, знаю, лет 40, не научились совпадать в одной точке, чтобы это звучало именно не так, не... А! То есть пока он это делать не умеет, указательный палец он так и не смог за эти годы укротить, постоянно он стоит в такой позе раком и, естественно, лезет огромное количество срача. Звукоизлечение. Опять та самая Кири Кинг-стайл чистка рыбы, то есть никакой атаки, просто... Я что-то тоже снимал, да, свою какую-то такую пародию на умеет ли, то есть как, ну, мне это все видится, но я, естественно, не эксперт в таких нюансах игры, исполнительства и так далее. Так, а куда кинул ссылку? Кошмар! В личку, да? Он не знает простейших правил, что когда мы стоим... Ну да, хэ, 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 ну, что-то есть такое, надо признать. Я вообще-то ветеран второй великой гомосексуальной войны. Ха, ну да, как посмел, на ветеранов наехать. Ну, я как фанат все равно в оправдание, наверное, скажу, что, конечно, да, это типа не... Нельзя считать какой-то игрой на инструменте, но... По крайней мере, контрол выбрал тот жанр, в котором это уместно. То есть именно все-таки та музыка, которую делает Alice in Chains, а в ней не слышится, это настолько же уши режуще, даже если ты понимаешь, что так по-хорошему металл не играется. Ну, как мне кажется. Как мне кажется. Допустим, средний палец, этот указатель не может так взлететь. Он может ослабиться и должен ослабиться. Но он, естественно, не может ни в коем случае так подлетать, потому что тут же повалит просто гора срача. Что у него и происходит дальше. Видите, постоянно все фонит. То есть я думаю, такие чуваки, на студии, чтобы записать какой-то риф, например, нормально, будто обвешиваются резиночками, как эти, как из-за ледаинк и так далее, обклеиваются скотчем, потому что так за эти все свои... Пиздец, реально, что ли, так делали? Годы, этот лорд рифов, в кавычках, пользуясь случаем, хотел бы так же напомнить вам... Внезапная рекламная интеграция. Рекламная интеграция, она как анальный секс, хороша своей внезапностью. Здесь просылся на уши для гармоникс. Так что, раз уж мы любим, слушайте разно-гитарно-зарубалово, давайте, пожалуйста, слушайте разно-гитарно-образо. Не смог освоить простейшие вещи. То есть он не может реально двухпальцевый риф... Вменяемо сыграть. Я же молчу про то, что у него ручки сами по себе дико слабенькие. То есть, видите, получается, любая нормальщик гитарист рифов, он будет именно... Высекать, чтобы она реально кусаво смочила. У него в душе рока и металла, к сожалению, ноль процентов. Просто ноль. То есть, жалко какая-то... Я уже даже, ну, как бы, мне нужно очень сильно себя даунгрейдить, чтобы попытаться сырать, что-то он там, он... Наковырял эту вознюю. Останавливать ноту не умеет. То есть паузы все грязные. Получается, он тормозит, пытается ноту... Все везде фонит. И левая шамкает, и правая шутшит. То есть, тотальная паника и дисконтроль. Ну, вообще, все-таки, чейнс близки к металлу, так что... Просто ничего не понимает в игре рифов. К сожалению, пока ничего. Посмотрим дальше. Во-первых, надо понимать, что гранж — это вообще, в принципе, не совсем название жанра. Это просто какой-то ярлык, который придумали журналисты. Типа, по сути, Эллисон Чейнс и Перл Джеб, например. То есть, все четыре топовых гранж-группы нихуя не похожи друг на друга. Вообще ничем, на самом деле. То есть... Вообще, не очень понятно, как они... Кроме того, что они из Сиэтла, как они вообще... Как получилось, что они относятся к одному жанру? И что вообще считается все-таки гранжем? Ну, то есть, это... Как минимум, да, Сиэтл Саунд такой, но в сторону металла. То есть, если Саундгарден в сторону психоделики больше, и тоже такого, как бы, сладж, там, ну... То есть, может, они вот, допустим, с Эллисон Чейнс в этом плане чуть-чуть похожи, что... Но Эллисон Чейнс все равно больше куда-то там в хэви, не в хэви. Нирвана вообще от нойз-рока больше всего там набрали, которые остальные толком-то и не брал никто из них. Вот. Там Перл Джем — это такой вообще альтернативный рок, такой классический, чуть ли не в сторону кантри даже, может, куда-то. Хотя, кстати, у Эллисон Чейнс тоже... Ну, то есть, у них как-то все по-разному намешано, все непонятно, и... В общем, очень хитро, очень со спорным. Есть, конечно, маленькая такая надежда, что сейчас он реально там уже староват, и, может быть, немножко не тянет, и раньше было круче. Такое бывает, когда говорят, типа, вот, смотри, там гитарист раньше играл. Давайте посмотрим видос, где он такой более... Да, да. ...молодой, это, я так понимаю, что несколько лет назад, и тоже пытаюсь там какую-то рифсы... Да, давайте послушаем. Хотел бы напомнить, что в магазине педалзучи... Что ж ты будешь делать? ...визи компанией ТУЛАТЬ. Скидку 5% для музыкантов можно и парать, и на саксофоне порубить, и на... Блин! Мой, возможно, кто-нибудь, если захочет купить, то напишите в ЛС. До 25-го, там, декабря 2020-го года, скорее всего, будет актуально. И визаруми, и стрункиру, и педалзу. Какой же жалкий хлебородный кашель. Что это такое? Как можно настолько вяло ковырять гитару? Это же инструмент для рока, для металла, электрогитары. Ну что же ты делаешь? То есть такие штуки, естественно, нужно... Ты прям должен почувствовать мощь, то есть почувствовать засекание, сеть там... Ну, это не тот все-таки риф, да. То есть, зная оригинал, как бы там... Ну, честно, мне вот... Если это будет именно прям совсем уж гвоздить, то вот этот риф, мне кажется, потеряет свою вкусность. То есть, вот зная эту песню, как раз, с «Man in the Box», да? То есть, оттяг чуть-чуть нужен здесь. Чистых гвоздей здесь в этой песне давать не надо точно. Вот. У тебя гитаря, почти гитаря. Но... Мне больше, честно, не нравится звук. То есть, я вообще нихера не могу понять вот как бы ноты. Если в студийке еще хоть разборчиво, то здесь, конечно, для там нового человека это будет звучать вообще полная жопа. Настолько вяло ковырять гитару. Это же инструмент для рока, для металла, электрогитары. Ну, что же ты делаешь? То есть, такие штуки, естественно, нужно, ты прям должен почувствовать... А почему ты цену на изрум, наоборот, не взвинтил? Это же изрум, в который тот самый Маисе Великанов пердел почти год. Слушай, честно, мне... Ну, короче, я хочу, чтобы мне побольше написали с предложениями, и я буду выбирать самое лучшее. То есть, может быть, я бы его даже отдал подешевле, там, лишь бы побыстрее, вот, чем если найдется чел, который будет, там, дохрена заплатить за изрум того самого Моисея, но при этом сто лет будет, там, мне делать мозги, типа, давай я приеду, посмотрю, там, и так далее. То есть, мне как бы хочется, чтобы было больше вариантов возможностей всего такого, то есть, что мне с ним сделать. Поэтому я, как бы, ну, то есть, дороже я его, там, блин, чем он там стоит в магазине, точно продавать как-то, ну, я не знаю. Не, ну, если кто-то готов... То есть, я просто обозначил диапазон. Типа, не больше этого, то есть, чтобы кто-то не думал, что вот сейчас он там запросит, блин, сто, блин, за это, за рум сраный. Но и не меньше этого точно, то есть, чтобы тоже, опять же, кто, там, за 10 тысяч мне его будет предлагать, не писали. Вот. То есть, я обозначил именно диапазон. Вариантов, которых я, как бы, готов рассмотреть. Моешь, то есть, почувствовать засекание, сидеть там. Чтобы у тебя гитара в руках кусалась, они как-то непонятно невнятно пищало. Господин Джерри, тебе нужен реально свой какой-то том, чтобы тебя гонял. Потому что за эти годы ты вообще не понял, как риф играть. Вообще, ты играешь нули простейшие и вообще не справляешься. Вообще, это фатально плохо. Видите, у него вообще движение настолько неправильно. Реально, когда слэш ставил. То есть, все прям не туда. Работает только полкисти. Направление другое. Медиатор упакован вообще неправильно. Все учиркивает всем, чем только можно. Просто какое-то нелепое ковыряние. Кошмар. Лорд рифов от авторитетного журнала получил титул. Ну, тут сам риф прикольный. То есть, я думаю, что все-таки лорда ему дали за композиторство, возможно. Но да, да. То есть, странно. То есть, опять же, типа, Фред говорит здесь именно про постановку руки, про какие-то такие моменты. Про шарканье и звучание. То есть, я думаю, он понимает, о чем говорит все-таки. Что речь не о специальном стиле. То есть, я думаю, что все-таки Джерри Кантрол, там, при всем моем ему почтении, вряд ли может, что называется, специально постаравшись вот так вот сделать легко и сделать вот эту самую там квинтовую ударку. То есть, судя по тому, что он всегда так играет. Ладно, давайте посмотрим. Конечно, такого не бывает, но вдруг у него получается круто-сольная игра, да? То есть, допустим, тот же самый Ингемальстин, убойный сольный виртуоз, но, конечно, по рифу он, как бы, играет плотненько, то есть, висекание есть, но достаточно криво. Любой желающий может проверить, послушать свои студии, и он, как бы, подзагоняет, там, поджевывает, ну, как бы, риф это не его сингем. Так, речи мы приветствуем. Хотя, так и подождите виртуоз. Та же самая, что как с Инди Джеймсом. То есть, во-первых, это слишком мрачно, во-вторых, слишком просто. То есть, мне кажется, если вбить, там, цинковый гроб, допустим, в аудиозаписи ВКонтакте, там куча армейских песен будет. Спасибо огромное, Гогим и Пася, мое почтение, да. Ну, как же не грустить, понимаешь? Вот тут, как бы, все-таки, Джерри Кантрел, да, типа. И вот, оказывается, что такой жух, понимаешь? Как же, как не горевать? Это как, вот, как можно не грустить здесь? Спасибо большое за донат. Вот, печально, понимаешь? Вот у меня, вот, борется во мне фанат Кантрела и подсос Фреда, и вот, вот это. Это как, когда мама с папой ссорятся, да, типа, вот что-то в этом роде. Бойный поливальщик, прям супервиртуоз по солякам, но по рифам он слабенький. То есть, у него тоже очень много хлеба, у него рука стоит низкая, толстый медиатор, все-таки пожеванное, и он с этим сам не спорит. То есть, сам сказал на мастер-классе в Питере, что типа, ну да, рифы, я типа, играю, так? Я вообще, говорю, так не люблю, типа, я просто, не знаю, копипащу их, сыграл один раз, как получилось, и раскопипастил, типа, ну, рифы, это вообще неважно. Поэтому, в принципе, такое бывает. Посмотрим, возможно, господин Джерри, да, там рассказывает, типа, сейчас я сыграю, типа. И послушаем сверечки. Бен сразу же мимо. Дальше. Вибратор все дерганые, то есть, немножко лучше, чем у Хэммит и Слэйш, но все дерганые, получается, типа, у него как будто есть маленькие затратки, да, правильно, вибратор, но у него не получается, потому что он за 54 года не смог доработать. Дальше. Ну, я опять же, типа, сделаю поправку на то, что гранж, говно, посранж, то есть, это в песнях Элиссен Чейнс, если бы были такие вот вибратор, именно, то есть, попробую пояснить сейчас. Если бы такие вибраторы были бы в песнях Элиссен Чейнс, это было бы не то, с одной стороны. С другой стороны, с другой стороны, нет ничего плохого в том, чтобы уметь играть правильно и, как бы, ну, там, говнить, допустим, там, где ты хочешь это сделать. Ну, короче, я не знаю, я здесь все равно, наверное, все-таки... Пассажа сейчас не мимо, все расинфронно. Честно, я даже так не сыграю. То есть, я по солякам вообще дно. Ну, наверное, по рифам. Надеюсь, что чуть посильнее все-таки. Нот просто нет. Вибратор, да, завысил опять. Вот видите, получается, человек делает вибратор, какая не умела, у него... То есть, нота постоянно в уши лезет фальшивок. Объяснял Гатри Гоу. Все слишком банально, то, что вот фанат фред-гитарист предлагает, типа, вот, Дёрти Скай и так далее. Все очень банально. Допустим, берем ноту, не знаю, там, Ре, да? Ну, у меня здесь на гитаре склонишься, надо будет, допустим, здесь. Вот мы взяли ноту, да? Она звучит ровно. Если мы, допустим, повысили и вернули быстро на место, то все это воспринимается как нота Ре. Если мы будем делать так, видите, это уже не Ре, то есть, уже получается выше, потому что в мозгах остается именно тут завыше нота. Поэтому все эти вот новички вибраторы, они, естественно, играются так. Они не понимают, не слышат. У зрелов так не всегда. Думают, что типа... Да, счет 68, еще один человек будет 69. Отлично. Вот. Ребят, и Лукасов навалите, пожалуйста, будьте так любезны. Вот это круто. То есть, он просто, ну... Бывает у людей как бы плохой слух, да? Совершенно нормально. Как у людей бывает там зрение плохое, еще что-то. И просто человеку музыкальный слух плохой. Вот у этого человека, у него музыкальный слух очевидно плохой, потому что он играет крайне фальшиво. За столько лет это прям, ну, совсем плохо. Да и не знаю, чувак предлагает название. То есть, это вы понимаете, да, что любой человек, который имеет музыкальный слух, можете, не знаю, поставить девушке вашей, допустим, у вас, не знаю, пианистка, вокалистка, гитара не интересуется, но есть слух музыкальный. Он тут же скажет, милый, выруби, это кто это ковыряет гитару? Это ты опять какого-то новичка там позвался? Что такое? Ай. Поэтому, господа, конечно, вердикт здесь неутешительный. То есть, это уровень обучения, ну, примерно месяцев, может быть, 5-6. Это немножко получше, чем Слэш и Хэммит. Ну, как я и сказал, то есть, я все-таки Control оставлю выше, чем там всякие Enflames, очевидно, то есть, и там этот из Сепультуры, то есть, это прям, ну, полный вообще кромешный ужас. Ну, как бы, Control все-таки, типа, как-то это. Ножка получше, потому что там где-то два месяца игры с нуля. Но здесь изначально неправильная база, поэтому, в принципе, весь фундамент, он мертвый. Все вот эти вот чистка рыбы нелепая и какая-то непонятная хлебная возня, это, к сожалению, никуда. На студии, я не слышал эту группу, может, там выравнивает, может, обрезает, там, по одной ноте. Ну, на студии, конечно, хорошо звучит весьма. То есть, тоже слышно этот хлеб, но здесь он уместен, типа, из-за... То есть, как бы, вот в чем дело. Ну, базару 0, да, студийки балдежные. Честно, я лайвы толком, кроме акустического-то, не помню даже, слушал, не слушал. Благодарю, спасибо за рад. Так. Легендарное возвращение в локер ум хттп. ну, хорошо, спасибо, большое, спасибо. Нарезает Диайники, там, может, тут другой запись, не знаю, может, там, так все и плохо, как здесь, но это фатально плохой уровень игры. Здесь титул, конечно, не лорд рифов, здесь даже на рифовый гитару пытается играть риф, но ничего не получается. Вот такой вот может дать ему длинный титул. Ну, все, господа, я думаю, что все более чем наглядно, очевидно и понятно, поэтому подписывайтесь на перегитарный канал, смотрите, остальные умеют Ли, и, в общем, практикуйтесь на гитаре, потому что бутылка, это, конечно, лютый позор. То есть, какие бы те журналы не давали титул, какие бы те фирмы не дали, не дарили гитары, усилки, от ушей людей, которые слышат перевески просят, то есть, слышишь, что эта игра ужасно фатальная, и чем ты больше будешь титулов навешивать на себя там всякие темные, такой ли, который умеет, все, симпура и так далее, тем ты будешь смешнее казаться тем, кто реально разбирается в теме. Все, всем пока, до скорой встречи. Итак, вы музыкант. Так, ну это мы, да, все видели тоже, вот так вот, вот так вот, как говорится, сердце разрывается, да, да. На помощь, петухи! Мужики взбунтовались! На помощь! Спасибо, воины металла, за донат, спасибо. Ну, короче, понимаете, то есть, здесь, я как бы, зная трек, есть с чем поспорить, очевидно, то есть, есть моменты, которые, как бы, ну, типа, стоило бы уточнить, потому что, очевидно, что, допустим, человек, не разобравшийся, как следует в вопросе, если зайдет, то просто, будучи фанатом и имея свое представление о том, что вот это здорово, а вот это не здорово, не понимая, что речь идет все-таки не о, ну, именно об исполнении, а не о, там, звучании, выборе нот и прочем, конечно, может превратиться в лишнего хейтера, то есть, то есть, то есть, с этим есть большая проблема, но, конечно, да, как бы, ну, и вот, вот истина, она где-то посередине, у Моисея Великанова на канале, на самом деле, получается, спасибо, Хаттабыч, я пока не хочу палить контору, спасибо, Хаттабыч, следите за каналом, я обязательно расскажу, в чем дело, что за дела и так далее, просто пока что не палюсь, спасибо за донат. Субтитры сделал DimaTorzok